Здравствуйте, дорогие зрители наши, слушатели, прихожане, просто евреи и неевреи, и все потомки и последователи великого праведника Ноя, Нуаха. Когда я задумываюсь над тем, что происходит сегодня и в какую пору мы живем, я чувствую, что мы даже себе представить не можем, в какое счастливое время мы находимся. Есть два измерения времени, периода этому сегодняшнему. Одно измерение более такое широкое, а второе конкретное, но они оба не препятствуют друг другу, а наоборот, возмещают друг друга и поддерживают друг друга. В широком аспекте это время, что мы находимся в последние дни. В гритии это звучит в Танахе «Ахары Таянин» – «Последнее время дней». Еще одно наименование этому периоду – «Хевлей Мошиях» – «Схватки Мошияха». Тут не имеется в виду военные схватки. В полном смысле этого слова – «Схватки» у женщины во время родов. Кто страдает, кто мучается от этих схваток? Не только женщина. Мучаются все. Мучается Всевышний, мучается младенец, который должен выбраться оттуда. Боль распространяется на всех. Мы знаем, самый важный момент наступил. Еще чуть-чуть все освободится, и мы будем переполнены счастьем. Будут все счастливы. И вот этого момента ждет Мошиях, ждет еврейский народ, ждет весь мир. И Всевышний. Всевышний ждет это так же, как мы. Но у него есть свои условия, которые он поставил, чтобы вывести всех евреев. И весь мир вывести наверх, еще выше, чем это было в прошлом. Иначе нет смысла создания миров, зачем он сотворил все миры. Это особенно сказывается в сегодняшней неделе, в субботу. В субботу, которая будет глава Торы, Бо, идем. Глава «идем» начинается, что Всевышний говорит Моисею и говорит ему, идем к фараону. Само слово «бо» можно использовать для того, чтобы понять, что это идея. Но это не используется так. Обычно им пользуется, когда говорят, идем, ну пошли, Бо. Бо, Бон и Лех, идем, пойдем. А когда хотят сказать, иди, так говорят ему, если идешь ко мне, так приди ко мне, того и лай. Обычно пользуется, идем, Бо, Бон и Лех, идем вместе. Так есть кто-то из каннаторов, обращает на это вот такое внимание. Что слово «бо» тут имеется в виду, что Всевышний идет с Моисеем. А мы из хасидизма знаем, что здесь имеется продолжение золотой цепочки. Когда первый шлейх, Авраам, должен был идти на свое послание, чтобы заниматься миром, заниматься всем светом, всем, что нужно. Ему так открыто, еще его так не поддерживал Всевышний. Он ему говорил, иди, иди туда, куда я тебе там ухожу. Иди туда-то и туда-то. Не говорил ему конкретно, куда. Ну, он дал ему обойти все земли, которые Авраам обошел потом. Это стало святым местом, и это стало нашей страной. Хоть на самом деле это было обещано Аврааму, чуточку позже, но в Торе это было обещано Аврааму. Еще до того, когда Ликтору и все, что связано с этим, это называется Бритбен Афтарин. А тут второй раз, когда Яков должен был решить, идти ему к приглашению Иосифа в Египет или Мейти, Всевышний явился ему и говорит, не бойся, иди, спускайся, опускайся в Египет, я буду с тобой. То есть Аврааму было немножко сложнее, но он не обращал на это внимания. Тут же пошел, вот такого склада был наш первый еврей и первый наш праотец Авраам. Он пошел, не важно, что его ждет, раз Всевышний указал ему, он пошел. Он сказал, легче, иди. А тут было немножко сложнее, надо было обещать Моисею, Всевышний обещал ему. Обещание он исполнил вполне, и оно продолжается до сегодняшнего дня. Как это связано с нами, с Юджватом, с 10 днем в месяце Шват? В месяце Шват, 10 числа, ушел из нашего мира предыдущий Ребе Хабада, Раяц, Ребе Раяц. Потом стал вместо него наш Гебабиджский Ребе, сегодняшний Ребе наш. Сегодняшний Ребе продолжал учение Балшемтова, Ризала, учение Моисея. Тем более те, кто учит Хасиду, знают, как это работает, от одной души передается в другое. Души, есть общие, общественные души, а есть душа единичная. Тут мы имеем дело с душами, которые бывают, одна душа такая в поколении, не бывает больше, чем одна душа. И в Алтар Ребе, во время его был один Алтар Ребе, во время нашего Ребе, что он седьмой по счету, был он единственный, кто, и может быть не согласен со мной, я это понимаю, он может немножко проанализировать про то, что известная Ребе. Кроме того, что я знаю это испокон веков, из моего дома, я это видел своими глазами. У Ребе приходили тысячи людей, тысячи писем приходили каждый день. Каждый день заходили почтальоны, приезжали на машине официальные почтальоны несколько раз в день, которые носили корреспонденцию, и корреспонденция была очень обширная, и вопросы были разные, на разных языках. И он принимал людей на аудиенцию, и он еще выходил к народу выступать. Все свои толкования он выставлял на народу несколько раз в неделю. В личных отношениях с людьми у Ребе была особая хватка. Точно так, как у Моисея. У Моисея имело значение каждая овечка маленькая. Несмотря на то, что у него было несколько тысяч овец в стадии, он все равно. Мы это видели наглядно своими глазами. Ребе видел в каждом еврее, и в каждом человеке, видел не только его, он видел на уровень выше. Он видел его корень. Первый корень, второй корень. Это же идут этажи в духовных мирах. Мы здесь, в принципе, тоже имеем ту же самую ситуацию. Тут разные формы и разные влияния. Каждая вещь влияет на каждую. И каждый элемент имеет значение. Он влияет и влияем. Так это целая жизнь происходит. Но мы нашими физическими глазами это не видим. Есть наука, есть физика, есть химия, есть медицина. Там что-то раскрывается, но это даже не приближается на молекулы от того, что происходит в духовных мирах. Мы понятия не имеем, что там происходит. Ребе, когда смотрел на человека, он обращался к нему именно к вот этой стадии человека. Он видел его выше. И поэтому его, скажем, некая отсталость внизу, Ребе не волновал. Он ее даже не видел. Главное, что будет потом. Что происходит наверху. А наверху происходит так, что все евреи, мы дети одного отца. Все вышли, являются нашим отцом. И мы все происходим по этой линии. И к нам относится Всевышний, так как отец относится к сыну. К ребенку своему неважно, какого он поведения. Неважно, чем он занимается. Неважно, сколько он наносит отцу своему ущерба в здоровье, в нервах, в финансах. Это значение не имеет. Вот эта сущная связь между отцом и сыном, и ребенком, она проявляется в поведении Ребе. Чему он нас учил? Он учил нас любить ближнего, а ват Исраэл, не как самого себя. А любить ближнего, любить по-настоящему. Кроме того, что надо любить духовное. Надо любить Всевышнего. Надо для этого молиться. Для этого надо изучать хасидизм. Как пробудить в себе любовь к Богу и трепет перед ним. Я обращу внимание на то, что две линии, которые отличали Ребе от всех других учителей религии. Ребе шел на то, чтобы быть ближе к миру. Ближе ко всему происходящему и быть ближе к людям. Все аспекты происходящего Ребе принимал нормально. И входил в то, чтобы понять человека, чтобы понять, что ему болит, понять, что ему не хватает. Он входил в это досконально. Со всей глубиной своего таланта, своих возможностей. Ребе. Ребе – это рожвенный Истраэль. Ребе – это голова еврейского народа. И Ребе может быть только один. Наша любовь к Ребе должна быть такой же, как его любовь к нам. И это происходит в нашем мире. И те, кто знает, кто ездит на ойл и переписывается с ойлом на могилу Ребе, особенно в эти дни едут многие мои дети, едут туда, один из Украины, один из Израиля. Едут туда, и там набирается много народа, они собираются в это, тем более, что Юдж-Шват выпадает в субботу. Там будут тысячи людей, в течение года тоже бывает там часто, потому что они знают, что это их… это дает им что-то. Они никогда не разочаровывались в этом. Никогда не было такого чувства, что «слушай, я изра, поехал». Такого нет. Всевышний, когда сотворил мир, у него была цель. И эту цель он никогда не менял. Эта цель стояла перед ним. Она была заложена в сотворении мира, а сотворение мира, как мы знаем, нам открыл Великий Учитель Большинтов, сотворение мира было не один раз, а оно продолжается все время. «Навеки или вовеки, мой Бог, Слово Твое стоит на небесах». Вот это было начало Большинтов. Алтар-Реба объясняет это во втором отделе Тани, «Шара и Худба и Муна», что Большинтов имел в виду, что вот эти слова, что в Тииле, мне говорится, «Твое слово стоит на небесах, вечно». Это слово, что он сказал, да будет мир, да будет свет, это все то, что дает жизненную энергию существованию. И еще одна вещь открыл Большинтов, что это постоянно находится и постоянно повторяется. Не может быть секунды или доля секунды, или доля какого-нибудь времени, какая-то молекула времени, чтобы это остановилось, потому что если это остановится, все вернется назад, то есть исчезнет. Мы можем испариться, вот как мы сейчас все видим, все существует, все живет, и все так уверенно и насыщенно, а вдруг мы увидим конец. Ничего нет, как было до сознания мира. И это открыл Большинтов. Потом Алтер Ребе продолжил и распространил, расширил эту работу, расширил эту идею, эту науку, он расширил это учение. Расширил и распространил, и довел до такой степени, что сегодня это доступно каждому. Каждому. Были единицы, которые знали это до Большинтова. Были большие каббалисты, как Танаим, Амураим, были те же самые пророки. Все это было. Но это было недоступно обществу. Единицы в единичном мире. А когда Алтер Ребе и ввел это в Хсид Исхабад, и превратил это в науку, в учение, обусловленное программой и так далее, это пошло иначе. Что это дает нам? Это нам дает, когда мы это знаем, когда это входит в голову, а через голову это входит в сердце, человек начинает меняться. В нем пробуждается то, что ему диктует душа, та божественная душа. А так он все время находится под диктовкой первой природной души. Тут он хочет спать, тут он хочет кушать, тут он хочет иметь удовольствие, тут он хочет кому-то отомстить, тут ему хочет заработать и так далее. Это совсем-совсем другой подход. И человек должен все время с этим бороться. Поэтому наш голлуд затягивается. Почему затягивается наш голлуд? Чтобы силы, которые заложены, они безграничны в душу, в нашу божественную душу. Но это надо открыть. А это открывается только лишь, когда вызывается большое напряжение в душе. И так это было с предыдущим Рэбби. Когда он был в Ленинграде, и его арестовали, посадили и приговорили к смерти, к расстрелу. В одну ночь решили его уничтожить. Тогда была такая ситуация, что нужно было вызвать внутренние силы, даже если они не полностью соответствовали другим мнениям религиозных ученых. И идти стоять на своем. Было много евреев, которые в то время, раз правительство запрещает, мы же знаем, что можно нарушить субботу. Нарушить одну субботу, для того, чтобы сохранить, оберегать потом 10 суббот и так далее. Есть все это записано. Есть это в наших учениях. Предыдущий Рэбби видел в этом трагедию делать минимум. Нельзя так. Человек должен стремиться всегда к максимуму. Были евреи, наши большие хасиды, которые не соглашались ни на какие компромиссы. Ни в чем. Многие из них были расстреляны. Многие из них были посажены, были скончались в лагерях. Но мы выдержали, вынесли все это. Поэтому мы существуем. И вот эту идею продолжил Рэбби. Когда Рэбби приехал в Америку, предыдущий Рэбби, Раяц, в 1940 году, он распространил, что он хочет открыть Яшивы, он хочет Талмуд-Тура, он хочет, чтобы были школы на чистом святом учении. Пришла кремоделегация, которая когда-то имела отношение к предке, имела отношение к Хабаду. И пришли им, очень делегантно объяснили, что в Америке это иначе. В Америке это не пойдет. Надо иметь другой подход. Так, предыдущий Рэбби улыбнулся и сказал, ну что ж, придется здесь тоже. Откроем новый фронт. Америка из Ни Тандерш. Они ему сказали, Америка из Андерш, Америка это иное. А он сказал, нет. Америка из Ни Тандерш. И с тех пор, я думаю, что в Америке нет ни одного городка сегодня, что там нет Губавицкого шлиха. Посланца Губавицкого. Между прочим, то же самое, как в бывшем Советском Союзе. В Советском Союзе трудно найти сегодня город, где нет шлиха. Не только на российские территории, или там на Украине. И в больших республиках. Есть. Везде. Я уже не говорю там про Дальний Восток, про Биробиджан и так далее. Там тоже есть. Там тоже есть. Люди работают. Есть много евреев. Есть у них занятия. Есть у них клубы. Есть у них синагоги. Все это происходит. А откуда это произошло? Если задуматься, так мы увидим, что это все большое-большое чудо. Откуда берется это чудо? Когда мы говорим Берайшит, Бет-Райшит. Две головы. Одна голова – это Тора, вторая – евреи. Для них был создан мир. А кто этот мир создавал? Всевышний. Абал Шемтов сказал, что он его продолжает создавать ежеминутно. Все время продолжается. И он сказал, что он хочет для евреев и для Торы. Значит, все, что происходит в мире – это для их пользы. Для евреев. Для пользы евреев. Для пользы Торы. Все вот эти хищные нападки, гонения на еврейскую нацию и на попытку уничтожать – это все ради нас. Ради нас и ради Торы. Мы отдаем, весь мир отдает Торе свой почет. Если Тора говорит, рассказывает нам, что был потоп, когда люди себя вели не так, как надо, был потоп. После потопа вышел праведник вот этот Ной, Ноах, и Всевышний сказал ему, вот это передай своим потомкам. И дал ему семь митвот, семь заповедей, которые тот обязан, все его потомки обязаны это выполнять. Иначе они не заслужили жить, нет жизни. До этого их очистили от прошлых падений, и после потопа началась новая эпоха. И евреи тоже обязаны этим семи митвот, всеми заветам. Но впоследствии на евреев наложили еще что-то. У них есть 613 митвот. Кроме этих семи, есть еще 613. И главное, что на них возложили, чтобы они были святилами, освящали другим народам. И поэтому дальше, в конце хохма, что там написано, Тора, она наша мудрость, наше понимание в глазах народов. Все народы этого не отрицают. И они стараются всегда видеть в нас вот эту возвышенность, вот это хорошее. А если мы себя ведем не так, как требует от нас наша Тора, то, извините, как написано про Даниила, пророка Даниила сбросили в логово львов. Вы наклонили голову и разошлись, не подошли к нему. Холодные львы, которым каждый день бросали людей, а не жрали. Так рассказано в Танахе, посмотрите. А тут его не ели. Так что это, пришло чудо? Хасидизм объясняет, что нет, никакого чуда не было. Потому что, когда Всевышний сотворил человека, он ему сказал, я тебя создаю в моем образе и в моем подобии. И поэтому человек должен сохранять это подобие и образ. И когда он будет сохранять, тогда Всевышний дал запрет, сказал, вот смотри, видишь всех этих зверей, все окружающие тебя звери, они будут тебя бояться и подчиняться. И на самом деле, по природе, когда они такое видят, они боятся. Боятся и преклоняются перед человеком, потому что в их глазах они видят облик Всевышнего. А когда он это нарушает человек, он теряет свой человеческий облик, вот тогда это уже что-то другое. Тогда зверь уже не имеет никаких преград и каких-нибудь помех нравственных или других, духовных, чтобы не нападать на него. Это мы должны знать. Это просто вошло в природу. Написано также, что когда Адама решен, в первый день существования он вышел и увидел всех этих зверей, он начал давать им имена, и он им сказал, идемте и мы помолимся, отблагодарим Бога за вот это создание. Был прекрасный мир, был шикарный мир, шикарный сад, весь Ганныден, это все было сады дома. Это же была красота, благо там было, счастье во всем. Они пошли, пошли, поклонились Всевышнему, в правильную сторону молились. Все звери. Природа на самом деле, она нам не препятствие. Она сделана для того, чтобы помогать нам, помогать нам выполнять миссу. Ради евреев и ради Тора начался период распространения наук, очень сильно, светские науки, нет, это Тора отдельно. Так что? Для чего это было все? Для кого это все открылось? Это все для нас. Для того, чтобы нам легче было изучать Тору, для того, чтобы мне сейчас было легче говорить с вами, и для того, чтобы вся эта технология сегодняшняя, все средства связи, массовые информации, все это распространяется, распространяется. Те, которые хотят это использовать положительно, они это делают, и это упрощает намного жизнь нашу. А те, кто хотят неположительно, так они тоже делают это, используют, как во всем. Всегда во всем есть Сатан, он вмешивается во всем. Так хотел Всевышний, чтобы мы боролись, чтобы нам ничего легко не давалось. И вся глубина этого, все это предстанет перед нашими мясными, физическими глазами, когда придет Машеех. Люди думают, о, Машеех придет, у меня уже перестанет что-то болеть, у меня уже перестанут звонить из банка, что денег недостаточно, что нужно платить. Это не так. Мы ждем Машееха не для этих благ. Это благо нам очень важно. Мы хотим, чтобы наши дети выходили замуж, и чтобы у них все было. Чтобы была и квартира, и машина, и работа, и чтобы были театры, и кино, где можно хорошо развлечься и отдохнуть. Чтобы были курорты разные, летом и зимой. Но это все в рамках положительного. А как только это уходит в сторону, вижу, я не должен вам объяснять, тогда получается, все иначе. И что тогда получается? Всевышний не дойдет до своей цели. Он дойдет. Он добьется своего. Это же он все это делает. Он добьется. Но будут такие, которые придут к этому вот так с поднятой, с высоко поднятой головы, как выходят на парад, а будут такие, которых надо будет тащить. Тащить спиной туда. Это все делал Всевышний, сознательно, и видел конец, и видел каждую деталь на протяжении вот этих тысячелетий. Рэбе учил нас не чуждаться мира, не думать о отшельничестве, не уходить. А это было против всей религиозной, скажем, элиты, клики. Все вышли против Рэбе. Были большие, очень большие, литовские ученые, известные, говорили, слушай, говорят, что Рэбе будет на шиях. Так мы предлагаем, что лучше бы он не пришел, если это Рэбе будет, литовские Рэбе. Студент из Парижа будет нами руководить. А они соображали, что что-то в том, о чем мы сейчас говорим. Они немножко, они учили Таня, они учили Хаседут, правильно, были те, которые самые первые Мехнагдин, которые были, они знали Кабалу, но знали ее не так, как Кабала хотела, чтобы ее знали. Сегодня, слава Богу, во всем мире уже иначе, совсем иначе смотрят на Хаседут. Я помню, я не хочу сказать, что я это видел своими глазами, я помню, как в один прекрасный день прибыла в Америку, в Нью-Йорк, прибыла делегация из девочек, которые ехали на соревнования, на Королеву Красоты Мировой. Приехало 40 девочек. Ну, они как могли, они знали Елена Кругаевская, Мураева, они как могли уже оделись более скромно, но это было и где, кто принимает, вообще кто женщин принимал? Я бы принимал. Первый, кто принимал женщин, был Волшентов. Он ходил, встречал их на улице, он спрашивал, «Как вы поживаете?» Я думаю, что я рассказывал уже, что он один раз зашел в синагогу, в местечки, и там ему сказали, «Уходи». Потому что там сидел отшельник один и занимался денно и ночно, и целый день постил. Волшентов спросил, «О, посмахтир, посмахтирингезунд, как у вас здоровье, как у вас медпорносы?» Ну, вот так махнул рукой, чтобы его видели. Волшентов очень серьезно и сурово ему сказал, «Почему вы не хотите отдавать должное Всевышнему? Почему вы забираете у него его доход?» И тот понял, с кем он имеет дело, и начал этот разговор. Ребе комментировал это очень сильно. Почему Волшентов не спросил его, сколько листов геморрета сегодня учил? Может быть, тогда бы он ему ответил и принял бы его красиво. Почему Ребе давал именно такие вопросы, связанные с материализмом, с материальным миром? Ну, это же просто спросить, «Как у тебя порнулся? Восмахтирингезунд». Ребе заметил, что Волшентов толкал именно туда, чтобы еврей не останавливался на этом. Еврей должен идти в самые низы и оттуда вытаскивать вот эти бриллианты, вот эти Ницицот, вот эти Божьи искры. Не чуждаться, не дай Бог в этой близости. Надо каждого еврея, нужно остановить еврея, «Ты еврей, пожалуйста, идем одеть тфилу». Не спрашивать, «Тфилу? А он, как может он одеть тфилу, когда он так и так и так?» Было очень много, которые возмущались этим. Мефсаим, все его оперативные требования от хасидизма, от хасидов, чтобы ходили, вы одевали тфилу, чтобы девочки зажигали свечи. на все это было страшное сопротивление из многих кругов. Сейчас их, слава Богу, стало мало. Они поняли свою ошибку. И в конечном итоге все евреи поймут свои ошибки. Все евреи начнут жить, как требуется от них. Это что, для их блага, все, что происходит, это для евреев и для Торы. Есть очень интересный рассказ в Геморе, Гемора Ктубот, 17 лист. Там рассказывается, что был такой Амура, очень известный, великий, звали его Рэпшмуэл Воробисхор. Ну, это было 2000 лет тому назад. Речь идет о том, как нужно веселить жениха и невесту. Там рассказывает Гемора про нахлопки Шама Гиллэл, как если там веселят невесту. Так что нужно петь? Какие песни? Гиллэл говорит Кала наабы хасуда. Кала невеста красивая и благородная. Шама говорит, почему? А если она некрасивая? Гиллэл говорит, все равно надо как врать, лгать. Она открыта на большой свадьбе. Гиллэл приводит там всякие доводы, что на самом деле она красивая, раз она ему нравится, то она красивая и нужно танцевать и веселиться и хвалить ее. Но люди знали, раз Аллаха это говорит, надо танцевать, надо веселиться, надо веселить жениха и невесту, мы будем это делать. В синагогу ходим, ходим, филм ложим, ложим. Молимся, молимся, в субботу соблюдаем, соблюдаем, но без радости и без ярости, без особого пыла. был один человек, Репшмойл Барабисхок, один вот этот тамуран, большой Талмитхахам, большой родитель. Растение, такая ветка, очень красивая и пахнет хорошо. Он брал несколько их и жонглировал. И очень мастерски жонглировал, танцевал и прыгал, не спрашивайте. Люди диву давались, там хлопали и и приплясывали и все такое. А были тоже большие родины, которые стояли в стороне. И один из них был Равзейр, известный тоже. Он говорит, слушай, это так не ведут себя, ты же нас позовишь, и себя, и нас. Как ты можешь так среди простолюдия, столько людей, ты танцуешь, и поднимаешь ноги кверху, и ловишь, и прыгаешь, и всякие фокусы братишь. Он ничего не ответил ему, он продолжал, и продолжал дальше. Но Равзейра стоял на своем, пока скончался Рапшмуэл Боробисов. Когда Рапшмуэл Боробисов скончался, пошли на похороны, все пошли. И вдруг поднялся столб огня, и целая радуга огня вокруг него, чтобы никто близко не мог к нему подойти. То есть символизировали сверху, что рядом с ним никто не может стоять, что он высокий, возвышенный, он дальше всех. И когда Равзейра это увидел, он сказал, ай-яй-яй-яй-яй, я ошибся, я знаю, сейчас я начинаю понимать. И там есть три версии, в чем заключалось то, что он достиг вот этой степени. такая степень могла быть у одного или у двух людей в поколении. Так говорит Талмур. Когда он танцевал, там одна из версий говорит, что не просто так, а у него это было во всем. Он так себя вел во всем. И его выполнение митвот было пронизано пылом, огнем. Вот как он веселил невесту, так же он молился, так же он давал сдаку, так же он совершал ават Исраэль. Все, что нужно, он жил в этом. То есть он жил не в замкнутом круге будни каждодневной. Он жил на у нас говорят на один кулак выше, на 10 сантиметров выше. И это у него было обычное. У него это превратилось в обычное. Для других это было, не знали как среагировать. Но каждый еврей должен достигнуть вот этой степени. Вот это учит Хаббат. Нужно достигнуть вот это и тогда мы будем самыми счастливыми, товарищи. И вот это нам дал наш Рэббэ. И Рэббэ поэтому учим нас два вот этих правил. Не уходить от окружающего нас мира, а наоборот, не чуждаться его, не уходить в отшельничество не дай Бог. Что бы то ни было не впадать в грусть. И не бояться того, что если мы поехали в Швихес, и там находятся вообще условия другие, нет вокруг нас ничего еврейского, не нужно бояться, нужно превращать там все, что есть, превращать всю местность, превращать, чтобы она была пронизана духовностью. Есть известная поговорка, пословие, поговорка, пословица, которая была, распространилась во время Самахцедык. Миттел Рэбе посылал Хсидим в Израиль, на израильскую землю. Алтар Рэбе тоже посылал. Во время Самахцедык он это немножко остановил. И он вел новую систему, которая называлась, когда пришли у него там спрашивать, ехать, не ехать, не ехать, до чего ты хочешь ехать. Были причины миттва, жить на духовной земле. Так ему Самахцедык сказал, это был непростой человек. Большой рабин пришел к Самахцедык и спросил, ехать, ехать в Рамске, он мне. Почему? Махдо Эра Цесраиль. Он ему сказал, делай здесь Израиль. Вот тут совершай его. И он будет. Ведь как написано у нас, что от тебя Эра Цесраиль пошел так он и будет. Рэма часто приводит интересный момент, который мы все знаем, кажется, что я тоже говорил уже на наших уроках, что Ейсев Ацадик написано, что Юсеф, когда братья пришли в Египет первый раз, его братья, 10 братьев пришли, он ушел из дома, когда ему было 17 лет. Я думаю, если я человека видел в 17 лет, я его через 30 лет тоже узнаю. Они его не узнали. А Рамбан говорит, и Рэба эту версию как-то разрабатывает, у них было между собой всякие деревья кто это, откуда он. Они даже в ту сторону не думали. Почему? Потому что он был совершенно отдален от всех этих процедур, которые они увидели здесь, всех этих светских процедур. Я уже не говорю о той распущенности, которыми изобиливала тогда египетская страна и все там заведения. Но есть же такие официальные туда приезжали всякие цары со всего мира и надо было с ними вести переговоры, встречать их. Как это могло быть, чтобы был человек как Есеф? Который был дикий человек, жили все время в пустыне. Так с одной стороны мы видим, что Есеф на него все это не повлияло. Он был в Египте, и он был у Потифара дома, и он был в тюрьме со всеми. он остался Есефом. Но вместе с тем, когда он вышел, он не отдалелся от этого, он остался с ними, он не шел напротив принятых культур. Поэтому Рэбе говорит, братья не могли себе представить, чтобы их брат сумел состязаться вот с таким уровнем жизни, чтобы он мог быть настоящим шляхом. Ну я думаю, что на сегодня хватит. Будьте здоровы. До свидания.